здравствуйте в эфире телеканала север программа актуально интервью в студии любовь пермякова сегодня у нас в гостях депутат государственной думы от ненецкого округа сергей коткин сергей николаевич здравствуйте здравствуйте люба здравствуйте уважаемые телезрители рада видеть вас в студии несмотря на то что сейчас госдуме у нас каникулы вы в ненецком округе почему спасибо но у депутатов каникул каникул не должно быть принципе это не должно быть время каникул как раз отпуска самая такая хорошая возможность проехать по населенным пунктам встретиться с избирателями отчитаться что-то наработал что удалось сделать что не удалось провести приемы по личным вопросам поэтому завтра планирую поехать по печорью для встречи с населением ну а кроме этого вчера отозвали из отпуска ряд депутатов в том числе и меня и я принимал участие в работе совета государственной думы это как раз по событиям в москве до сергей николаевич какова была тема у этого совещания но не только по москве это вообще города миллионники то что происходит здесь может не так это ощущается на севере люди более взвешенные мудрые прежде чем принимать решение они там семь раз отмерить прежде чем отрезать по миллионникам по городам ситуация напряженная очень сложная ситуация на самом деле так сказал поскольку идет прямое циничное вмешательство иностранных государств во внутренние дела российской федерации тут даже уже мне сложно даже представить что если бы там какой-то российский политик заявил о том что поднимайся берлин вставай там германия на митинги поднимайся это я не представляю чтобы было на западе а здесь в открытую в открытую прежде всего это госдепартамент соединенных штатов америки европейские государства на сайтах посольстве соединенных штатов госдепе дорожные карты на митинги не санкционированы куда идти чем идти что говорить за час до митингов выдаются плакаты долой власть значит вернем крым свободу украине и вот и ребята в основном это молодежь плохо понимая даже что это за плакат но идут огромнейшие деньги миллиарды рублей это уже открыто идут деньги на поддержку вот этих всех митингов просто удивляясь я говорю даже комиссии сейчас или приступит и решение на совете было создать специальную комиссию государственной думы по расследованию данных фактов безусловно все эти расследования комиссии доведем до международных институтов до парламентской ассоциации совета европы иностранных государств тем чтобы мы все-таки показали всему миру что происходит и как пытается давить на государство российское ну задачи прежде всего поставленные и лозунги долой власть не мотивируя ничего значит силовиков к уголовной ответственности те кто действует в рамках закона и декоммунизация которая была на украине схема опробована схема схема опробована уже на ряде государства на украине в том числе только работают очень умные грамотные люди причем они учли все уроки 90-х годов когда мы чудом сохранили россию все это учтено все это все это сейчас закручено идут созданы полевые лагеря тренировочные в литве где тренируют и в те фамилии которые мелькают у нас москве эти гудковы и навальные соболи там собчаки на одной скамейке рядом сидят навальные и же с ним и их натаскивает в соединенных штатах как нужно себя вести причем грамотно очень натаскивает а повода для этого абсолютно никакого нет этой поводом был использован это выборы в областной государственной в областную думу о москве причем молодежь который нужно за три недели собрать 6 тысяч подписей для того чтобы тебя зарегистрировали кандидатом и ты пошел на выборы сделать это на самом деле очень непросто тебя должны знать во первых хотя бы нужно что-то для начала сделать чтоб люди тебя видели и знали на что ты способен а вместо этого поданы списки масса людей которые уже в мире ином давно поумирали в этих списках это все очевидно все это видно и это только повод никаких выборов им не надо делается попытка свержения государственной власти в российской федерации я думаю что если сейчас не проявим характер и силу моя точка зрения субъективно и мы можем оказаться далеко как 90-е годы навряд ли государство российское вновь и сможет пережить вот эту ситуацию поэтому вот срочно было создано собран совет государственной думы очень подробно обсуждали много корреспондентов весь коридор государственной думы был забит корреспондент очень много иностранных корреспондентов было вот так что сейчас комиссия уже приступила к работе несмотря на то что мы 12 сентября только на пенаро на заседании мы утвердим решением совета эта комиссия судана уже она уже приступила к работе я думаю что мы узнаем очень много интересного о том как иностранное государство действует в российском государстве на сергей николаевич вот правительство подготовила проект закона о поддержке малого и среднего бизнеса вот в арктических зонах но очень много разногласий да вызвало ваше мнение вот его можно допускать в таком виде котором он есть сейчас или все-таки он требует доработки значит очень непростой закон на самом деле правительство подготовила мы его уже обсуждали на нашем профильном комитете по региональному и политике проблемам севера дальнего востока очень предметным было обсуждение эмоциональное много было представителей с регионов и я думаю что этот проект закона скорее всего же в государственном доме внесен просто сейчас на каниклах я не могу точно сказать и на осенние сессии мы сейчас будем его рассматривать но сразу что видимо следует сказать и я думаю что моя точка зрения на совпадет с многими регионами здесь я обсуждал с нашим руководством низко-автономного округа вот я думаю что в таком виде в каком он внесен его принимать нельзя ну прежде всего прежде всего цели очень благие сегодня нефтяная отрасль она рентабельностью и на грани я про газ не говорю там все рентабельно несложно нефтянкой на нефть подобычу нефти очень трудно вовлечь инвестиции на крайний север арктику почему потому что это большие затраты большие затраты и а президентам поставлены цели к двадцать четвертом году обеспечить по северному морскому пути 8 миллионов тонн перевозка груза сейчас это 50 миллионов тонн для того чтобы нам еще получить 30 миллионов нам нужны новые месторождения новые наработки добычи нефти безусловно как одного из компонентов северного морского пути но инвестиций мы много туда не видим особенно в арктическом шельфе не идут поэтому правительство принципе это правильно пошло на сделал шаг по налоговым льготам причем налоговые льготы очень серьезные для тех компаний которые войдут в арктическую зону будут добывать но когда будут сделаны вот эти налоговые льготы для нефтяных компаний естественно регионные субъекты не низкий автономный округ от того что войдут компании и будут добывать нефть у нас здесь на нашей земле ну мало что мы получим в том варианте который проект представлен часть уйдет на федеральный уровень а по региональным уровням мы практически ничего не увидим хотя они будут работать на нашей земле они будут использовать землю там где у нас коренные малочисленные народы и как в этой ситуации будут учитываться интересы коренных малочисленных народов наших кочевников там ничего абсолютно не говорится а интересы их будут безусловно ущемлены и кроме того на мой взгляд идет концентрация полномочий на федеральный уровень регионально убирается на мой взгляд это не совсем правильно и более того мне даже кажется что есть где-то нарушение конституции в этой части в этой части вот поэтому вот я думаю что и наверно еще один момент если мы закон законную силу вступит вот этот закон федеральный как будут работать те нефтяные компании которые уже проинвестировали они уже работают нас не низком автономном округе и что получается те кто придет компании ну понятно будут рабочие места для жителей условного не низко автономного как это не факт что они будут мы видим как они предоставляют нам места для наших жителей но надеемся что будут но они получат льготы а те компании которые уже инвестировали в округ работают в округе платят налоги как быть с ними начнадо разграничивать проводить черту значит какого-то момента это ничего в проекте закона не оговорено это только вот и моменты самые такие основные на которые сразу бросается в глаза и очень много вопросов у депутатов государственной думы и у региональных властей к этому проекту закона поэтому самое ближайшее время мы его будем обсуждать я думаю что обсуждение будет таким серьезными и он не будет принят пока мы не обсудим его с регионами там на региональной неделе пока не получим мнение региональных властей и жителей регионов сергей николаевич вот перед летними каникулами государственной думе прошло заседание комитета по региональной политике проблемам севера и дальнего востока вот как раз на нем обсуждались вопросы авиадоступности арктических субъектов а также о реализации в арктической зоне нацпроекта безопасные качественные дороги ну что еще обсуждалось можно конкретнее по этим вопросам к чему пришли какие решения были приняты но вы прежде всего вот действительно по моей инициативе был собран комитет по авиации ну что на всех площадках куда я только не писал кому только не обращался только еще не обращался лично к председателю правительства и президенту по этим вопросам особенно эмоционально был виден накал страстей когда у нас был арктика территории диалога форума в санкт-петербурге когда мы эксперты собрались обсуждали вот именно малую авиацию может быть повторюсь но сегодня у нас мы оказались перед фактом когда в принципе нам практически не на чем скоро будут летать я имею ввиду самолеты малая авиация с посадкой на грунт до 600 метров когда грунтовый взлет на посадочные полосы ан-2 у нас первый взлетел 1946 году 8 часов утра под свертловском и до сих пор он летает и замены ему нету мы производим умные ракеты мало самолета мало авиации у нас нету до сих пор летает и я задавал даже вопрос руководителю это эра когда у нас здесь был мартиросов он говорит ближайшие там десяток лет мы замену навряд ли мы увидим почему возникает вопрос на чем людям летать мы не готовим уже пилотов на самолет ан-2 их осталось уже но единицы по российской федерации у нас по сути дела прекратила мало авиации существования в карелии переходим на вертолеты а вертолет приобрести очень сложно на самом деле предприятию поскольку в лизинг мы только по санавиации мы можем привести вертолеты при поддержке государства вертолетом уже у нас по 30 лет под 40 авиакомпании уже заключая контракты они требуют что вертолет был два-три года новый чтобы был новых самолетов нету поэтому мы заслушали министерство транспорта промышленности специализированные предприятия мощные которые работают в этом направлении и резолюция у нас была такова значит вынести этот вопрос на самое широкое обсуждение на самый высокий уровень максимально сосредоточить все финансирование возможности пор разработки нового типа воздушного судна замену самолету ан-2 они предлагают байкал который будет встанет на крыло в двадцать втором году где-то только самолет девятиместный по моему одномоторный тоже вот но по крайней мере мне но импонировало на то что я думаю что мы были услышаны по стороны министерств руководителями минпрома минтранса а вот по крайней мере представитель министерства транспорта заявил о том что они внесут изменения в постановление правительства 12 12 и распространять лизинговую вот это платежи выплаты на вертолеты пообещал это сделать это будет здорово если это сделают на самом деле вот и кроме того этот вопрос будет вынесен это было где-то месяца два назад на совет безопасности у президента российской федерации нам сказали что это будет 21 числа то есть завтра должен был состояться совет по безопасности президента по теме именно обеспечения транспортной доступности не только в арктической зоне российской федерации в целом по россии где будут подниматься вопросы разработки новых типов воздушных узлов на замену уже устаревших будем надеяться что это будет именно так что касается по дорогам значит мы заслушали профильное министерство потому как у нас выполняется национальный проект по дорожному строительству целом здесь больших вопросов и не было и у депутатов и у меня по региону поскольку тут наш регион достаточно активно в плане работает активно работает губернатор округа лично по национальным проектам по выбиванию средств федерального центра на у нас здесь на территорию по крайней мере если в общих чертах то у нас идет строительство на мой взгляд достаточно активно дороги на ренмар усинск мы в этом году сдаем третий участок 16 километров у нас и продолжено строительство и будет первых два этапа первого участка дороги там где-то порядка около двух миллиардов рублей дай бог чтобы эти деньги еще освоили у нас идет реконструкция дороги на ренмар красная в районе красного уже есть контракт разыгран состоялся и уже идет формирование вот завоз материалов и самое ближайшее время компания приступит к работе это дорога на ренмар искатели кроме того здесь на авиаторов идет ремонт тротуары по улице дружбы еще по мелочевке то есть здесь и национальный проект по дорогам вопросов не вызывает на самом деле и как бы вот тут достаточно все спокойно а вот по авиации там кстати выступил валерий евгеньевич остапчук он был на комитете тоже дал очень такую на мой взгляд очень толковую информацию ведь не только по самолетам у нас нет экипажей скоро не будет нас средний возраст летного состава 50 лет где-то еще несколько лет и у нас летать будет некому а подготовка экипажей сейчас на тот же байкал который они планируют запустить двадцать втором году а кто на нем будет летать на самолетах ан-2 уже не готовят командных пилотов на самолетах ан-2 кто на них будет летать даже если у них остались вот которые самолет то есть это вопрос уже национальной безопасности на самом деле если речь идет о транспортной доступности не только в арктических регионах но целом по российской федерации сергей николаевич в окруженных сми прошла информация что вы недавно в госдуме встречались с нашими местными скаутами что они там делали как оказались о чем шел диалог но вообще это очень интересное движение я прямо скажу что до встречи с ними я откровенно гря не знал что это скаутское движение но еще при царях батюшки было на самом деле и один из сыновей нашего императора был в этом движении и даже более того когда принималось решение в это пионерами были нет вот вы пионерами не было октябренком да октябренком были вот мы же говорили там всегда готов у меня мама была директором дома пионеров поэтому я барабан и вот эти галстуки вот тогда еще при крупской надежде константин опрос решался или пионерии нам быть или скаутскому движению остановились на пионерии может скауты они говорили что служат отечеству и богу но многое все равно они переняли да конечно конечно сегодня 140 по моему государств мире очень развита скаутское движение и нужно сказать огромное спасибо кривовой кривовой ольги зенуровне то что она вот уже 24 года занимается движением неинском автономном округе и у них очень полезный обмен идет ребятишками норвегия россия округ и вот сейчас был ответный выезд наших ребят норвегию и по пути мы их пригласили государственной думы где им была организована экскурсия вот они посмотрели как работает высший законодательный орган российской федерации имеется ввиду нижняя палата федерального собрания они там к сожалению не за что не удалось на пленарное заседание зайти и получилось у нас но я так понял что ребятам было интересно и очень жаль что у меня не было времени с ними поговорить поскольку минут 15 только было поскольку было пленарное заседание мы с ними пообщались договорились о том что я те вопросы которые у них были мы здесь на римаре обязательно встретимся и обсудим и я хочу сказать иногда мы сетаем что молодежь у нас какая-то не та пошла та самая молодежь умная патриотичная грамотная ребята просто молодцы особенно у нас не низком округе особенно у нас на севере внецком автономном округе да поэтому вот им очень понравилось я думаю что у них это останется на всю жизнь и посещение государственной думы стараемся все ребятишки которые выезжают куда-то на материк с поддержкой наших органов исполнительной законодательной власти по возможности их приглашать государственную думу чтобы они вот имели возможность ознакомиться как работает высший орган законодательной российской федерации так что мы с ними еще встретимся и продолжим и очень полезное нужное с точки зрения патриотического воспитания просто молодцы и вообще удивляюсь как она с ними справилась и же 34 человека по моему туда поехал там я скажу что много сложных детей она воспитывает настоящих мужчин да это ж не детишки мне кажется с детишками проще а тут возраст очень такой опасные у них такой возраста и как их там всех собрать как их там по москве и вообще поражаясь как ольга зенурова не управлялась но она как командир такой они все команды ее выполняли с полуслова молодцы ребята да молодцы мы там поблагодарили зенурову при всех вот этих ребятишек я вручил благодарность на письмо депутата государственной зумы ту работу которую она проводит так что я думаю что с ними надо встречаться с молодежью работать сергей николаевич вы по традиции будете проводить прием граждан в ненецком округе вот с какими проблемами чаще они всего обращаются про завтра да мне будет прием если кто-то у кого-то есть какие-то проблемы пожалуйста приходите это общественные приемные партии единая россия проблемы одни и те же проблемы одни и те же уже много лет и когда был и депутатом и собрание депутатов государственном совете федерации государственном думе первое это конечно жилье ветхоаварийное второе это трудоустройство молодежь идет ребята молодые ну а там уже третье четверто там как-то но особенно вот ветхоаварийное жилье вот всегда ли удается помочь не всегда большому стыду поскольку но хочется иногда видишь кричащие проблемы они же приходят фотографиями показывает каких условиях они живут и помочь их по очереди продвинуть это не не это не то что не всегда это это невозможно сделать потому что они не одни они-то думают что они одни такие а на самом деле ведь вот к сожалению много таких людей но мы и говорили на эту тему с губернатором с александром витальевичем я и думаю что абсолютно верно то что вот исполнительная законодательная власть у нас в округе это приоритетное направление безусловно это приоритет при первой возможности как только путь по поучку по получаем какие-то денежки дополнительные сразу направляем вот на 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 строительство я буквально вот перед этой встрече переговорил слагвиненко татьяна павловна еще раз вот переспросил по цифрам она мне назвала цифру сейчас они будут носить изменение бюджет это приоритет который нам нужно решать первую очередь это и президент об этом говорит и в этом направлении у нас исполнительный лаз достаточно активно работает что касается дружустройства по возможности пытаешься куда-то устроить но я думаю что тут нужна системная работа на уровне государства я там поднимал вопрос сделать распределением что это это очень больная тема это очень больная тема ребята молодые там девчонки просто ломает ребят ну здоровый парень ему на свидание надо девчонку надо чаем угостить кафе пригласить а он живет на деньги там бабушки дедушки на что-то ему дадут и семьи еще кроме того она устроиться на работу чну да у меня две дочери в москве и невозможно устроить моя там супруга и что ты там всех устраиваешь а своих ты не не хочешь устроить куда-то очень сложно по специальности мало кто работает эта тема такая она такая уже общегосударственная которую действительно нужно решать какие-то проводить слушание какие-то меры кардинальные в этом плане она же округ принципе это небольшой у нас еще нет такой серьезной проблемы в округе и здесь то у нас мои законы принимали как бы для того чтобы туда устраивать людей витяные компании наших ребятишек молодежь но тем не менее по россии это беда и эту проблему нужно решать и это очень острый вопрос и и наверное самое сложное мы говорим о поддержке материнства и детства но к сожалению во многих регионах россия сергей николаевич детское пособие составляет 50 рублей вот не задаете там нет уже этого нет уже принято решение уже не 50 рублей а 200 200 нет там по моему прожиточный минимум нет уже этого и кроме того не до полутора лет а до трех лет вот до полутора таки приняли но это недавно видимо да да абсолютно недавно месяц назад вот у нас нет с вами времени обсудить вообще те проекты и те законы которые мы приняли у нас кстати осталось 2024 проекта закона которые были в госдуме не рассмотрены сейчас осталось по моему 64 только которые мы не рассмотрели которые были годами десятилетиями висели в государственной думе и вот и причем я повторюсь может быть мы их не отклоняли что-то отклонили что-то приняли за основу что-то переработали и вот этот вопрос который вы говорите там 50 рублей конечно это было но это издевательство было здравым смыслом издевательство просто поэтому сейчас этого уже нету тренишение принято я сейчас буду после вас встречаться с нашей газеты нариана вендер с печатными сми это у нас там побольше будет времени я попробую это все вот рассказать ну вот много много полезного чем много было вот мы с вами не виделись месяц наверное и по бензину вот то что мы демпфирующим механизм пели по с тем чтобы сдержать чтобы сдержать стоимость бензина на 1 июля закончилось соглашение с нефтяными компаниями все после этого мы могли бы отпустить цены на ней вообще непонятно каким образом себя повели бы нефтяные компании сегодня мы на федеральном уровне перенят закон который балансирует эту систему задача его сдержать рост цен на бензин на уровень инфляции но тот закон который принят изменение налогов и кодек поправки он принципе должен даже снизить цены на бензину посмотрим сразу возникали вопросы как это не верится уже что у нас бензин может по цене где-то падать да но нам сейчас заверили что это где-то произойдет и плюс еще мы попросили счетную палату российской федерации взять на контроль вот эти изменения он не очень непростой этот механизм на по крайней мере сегодня нефтяным компаниями а может тот вопрос я его говорю потому что не важен для жителей округа сегодня нефтяным компаниям выгоднее на экспорт продавать бензин они на внутренний рынок для этого правительство мы вам субсидировать вот та разница которые будут терять нефтяные компании не на экспорт на бензин а на внутренний рынок наше правительство вот мы будем его субсидировать но субсидировать условно мы потом будем повышать налог на добычу полезных ископаемых с нефтяных компаний эти деньги тоже возьмем но тем не менее сейчас вот тот механизм который введен есть надежда на то что цены у нас ну по крайней мере на бензин будут расти в рамках инфляционных процессов к николаевич менее месяца остается до начала работы осенней сессии вот какие законопроекты будут приоритетными в работе ну на самом деле много много есть над чем поработать вот первый закон который мы с вами обсуждали над ним и плотно наверное будем будем работать кроме того вот закон о любительском рыболовстве приняли все пожалуйста вроде бы разрешили ловить сетями на крайнем севере решили ловить там породы красную там рыбу но я вот сейчас неси был мне люди задают вопрос слушать я что не могу ведро селедки поймать на море там в 10 метров там на попаду попадает ее там ушат может попасть камбалу нельзя поймать людям инспекция пограничники проехали возбуждают уголовное дело но новому как так но этот это все это селедка ведро бочонок этой селедки он всю зиму будет жить на селе теми доходами которые у них есть значит где-то не срабатывает значит нужно думать сейчас вот я встречу с нашим профильным департаментом значит принципе пожалуйста ставь сеть маркируя ее лови рыбу но почему не срабатывает значит нужно участки выделять значит давайте будем участки выделять по 100 метров там по 150 по 200 выделим участки чтобы люди ловили тоже безусловно нужно с этим разбираться кроме того я вошел в рабочую группу по переезду благоприятных тематических условиях масса предложений в том числе с региона сейчас мы будем носить изменение федеральное законодательство что та ситуация которая сегодня у нас в российской федерации нам нужно порядка 150 лет чтобы переселили мы людей при том финансирование которое правительство выделяет 5 миллиардов год на россию нельзя этого оставлять таком виде в каком есть поэтому тоже был вносить изменения покоренным малочисленным народом мы сейчас институт нам дал уже труд порядка 700 листов научно-исследовская работа масса предложений которые нужно вносить для того чтобы мы именно вот там уже мы давно по прав не вносили закон о защите прав и свобод коренных матчистых народов надо посмотреть в этом плане очень много дел кроме того сейчас идет за застройка масштабная в целом по российской федерации у нас целый район строится на там нет допустим школа детский сад участковый участковый должен жить вот в этом районе где он закреплен за каким район поэтому мы хотим законодательно закрепить участкового за тем районом где он который обслуживает на на уровне федеральном уже это сделать я могу перечислять очень долго те проблематика которые нам нужно решать и обсуждать можно каждая поездка в регион она новые предложения новые поправки и кроме того мои поправки там внесены которые будут приниматься или не будут приниматься их нужно доказывать отстаивать есть ряд инициатив окружного собрания депутатов национальные проекты контроль по национальным проектам и финансирование их и прочее любую денежку федерального центра на округ на округ на округ себе поближе к округу правильно сергей николаевич в завершении нашей программы я хочу чтобы вы поздравили жителей региона с днем рождения округа на же самое ближайшее время я получил приглашение от губернатора на эти мероприятия но наверное прежде всего пожелать прежде всего чтобы нам не мешали жить если нам не будут мешать жить мы вместе все сделаем спокойно взвешенно без эмоций без надрыва но и мира и добра всем пожелать и низкий поклон нашим ветеранам те кто создал вот этот город вот эти села такую красоту в арктической тундре только благодаря их вот усилиями их вот такой душе большому сердцу низкий всем поклон ветеранам и всех наступающим праздником вас тоже мы поздравляем сергей николаевич ждем в гости вновь спасибо что пришли спасибо напомню это была программа актуальное интервью сегодня у нас гостях был депутат государственной думы от ниньского округа сергей коткин встретимся в эфире